Когда мне встречается в людях дурное, то долгое время я верить стараюсь, что это, скорее всего, напускное, что это случайность, и я ошибаюсь, и мыслям подобным, ища подтверждений, стремлю себя поверить, забыв про укор, что лжец может просто большой фантазер, а хам, он, наверное, такой от смущения, что сплетник, шагнувший ко мне на порог, возможно, по глупости разболтался, а друг, что однажды в беде не помог, не предал, а просто тогда растерялся. Я вовсе не прячусь от бед под крыло, иными тут мерками следует мерить. Ужасно не хочется верить во зло, и в подлость ужасно не хочется верить. Поэтому, встретив нечестных и злых, нередко пытаешься волей-неволей в душе своей словно бы выправить их и попросту отредактировать, что ли. Но факты и время отнюдь не пустяк. И сколько порой не насилуешь душу, а гниль, все равно невозможно никак ни спрятать, ни скрыть, как ослиные уши. Ведь злого признаться мне в жизни моей не так уж и мало встречать доводилось. И сколько вот так вот надежд поразбилось, и скольких вот так потерял я друзей. И все же, и все же я верить не брошу, что надо в начале любого пути, с хорошей, с хорошей и только с хорошей, с доверчивой меркою к людям идти. Пусть будут проблемы, такое непросто. Но как же ты будешь безудержно рад, когда эта мерка придется по росту тому, с кем ты станешь богаче стократ? Пусть циники жалко бормочут, как дети, дескать, непрочная штука сердца. Не верю, не живут, существуют на свете, и дружба навек, и любовь до конца. И сердце кричит мне, и ищи же, и действуй, но только одно не забудь наперед. Ты сам в своей мерке большой соответствуй, и все остальное увидишь придет.